Диалог двух Диалог двух Азербайджанский блогер Фархад, который задает те вопросы, которые многие из нас и сами бы хотели задать армянам. Этим роликом мы хотим продемонстрировать, что не все армяне заражены вирусом так называемого армянства, который по сути является смесью нацизма с терроризмом дашнаков. И что если откинуть ненависть, то армяне и азербайджанцы могут жить вместе и могут так же дружелюбно общаться, как и герои нашего ролика. У многих возникнет вопрос, а не является ли он предателем армянского народа, раз выступает за мир с азербайджанцами. Мы не имеем морального права его так называть, только если он не отречется от своих слов и клятв. Перед просмотром видео хотелось бы обратиться к обеим сторонам. Прежде всего к армянам, так как если с героем ролика что-либо случится, то это будет значить, что он говорил правду. И кровь его будет на всех тех, кто этой правде препятствует. А правда в том, что азербайджанцы и армяне могут не воевать, а жить вместе в мире. И обратиться к азербайджанцам. Данный человек своими клятвами доказал, что считает азербайджанцев своими братьями. И что он хотел бы побывать в своем родном городе Сумгаити. И хотел бы быть гражданином Азербайджана и жить вместе с азербайджанцами в мире. Тем более, после его слов, ему куда безопаснее будет жить среди азербайджанцев, нежели среди самих армян. А Азербайджан пойдет навстречу. Потому что Азербайджан настроен на мир. Как неоднократно доказывал наш высокоуважаемый президент Ильхам Алиев. Который вместе с его высокопочитаемым отцом Гейдаром Алиевым многие десятилетия пытались решить проблему мирным путем. До тех пор, пока уже было невозможно терпеть уничтожение террористами мирного населения Азербайджана с оккупированных территорий, признанных всем миром азербайджанскими. Ильхам Алиев советский выпускник МГИМО. Профессор и доктор политических наук. А также его высокочтимая супруга, вице-президент Азербайджана Мигрибан Алиева, к слову кандидат философских наук, многие года занимается выстраиванием дипломатических отношений со всем миром. И следствие тому, что Азербайджан находится в мире со всеми его окружающими странами и народами, которые проживают внутри Азербайджана. В отличие от моноэтнической Армении. Пусть каждый сам делает выводы. Желаем всем приятного просмотра. И пускай карабах твой будет, суши твой будет. А Пашняк сказал, нет, мне надо война, война. Ну иди, скотина. И теперь нас выгнали. И теперь нас выгнали оттуда, из моего района. Я сам азербайджанец. Азербайджанец? Да, но я не имею против ничего. Я рад, что ты азербайджанец. Владислав, я рад, что ты азербайджанец. Я тоже рад, что ты армянин. Клянусь, клянусь, Аллахом я рад. Если тебе дадут азербайджанский паспорт, а ты готов вернуться жить в Гадруде? Я с азербайджанцами готов. Я лично клянусь, Аллахом я готов. Я самому сунгаити живу, брат. Сунгаити. Когда мне говорят, где ты Карабахский, я говорю, нет. Я говорю сунгаитский. Мой город Сунгаит. А ты где родился сам? Сунгаити, брат, Сунгаит. А ты вообще веришь, чтобы вот это, как говорится, да, что геноцид, Сунгаида, Резньо, Сунгаида, что ты про него знаешь? Что это Горбачёв пристроил, я ехал Горбачёва. Ведь мы братьями были с азербайджанцами. Вот это правильно. Вот этот человек адекватный армянин. Зачем наши ребята умирают? Ваши наши? Почему? За больших шишек, что ли? Но мне нужно, я хочу пойти к азербайджанцам, в Адам, в Адам чай попить. Они к нам придут в гости. Я, когда раньше Физули был у азербайджанцев в руках, я спрашиваю Физули, мне угостили азербайджанцев чаем. Все, да, хорошо. И таксист принес мне домой, деньги забрал. А вот эти наши армянин... Просто, что мне делать, если я армянин, а с ними живу? А много таких, как ты есть в Карабахе, так как думают, так как ты думаешь? Молодежь нет, молодежь нет. Ну, большинство моих... Вот мне 50 лет, брат, в 71-м году рождения, да я? Моем возле все есть. Ну, асахканы знаешь? Асахканы, да, знаю. Асахканы все хотят, чтобы с азербайджанцами были. Блин, я до сих пор не верю, что ты армянин. Не верю. Вот тебе паспорт есть? Хотя паспорт, показай. Да, какое-то доказательство, что ты... Потому что я не верю. Вот сейчас ты увидишь азербайджанское СССР. Видишь? Окей, да, теперь верю. Теперь верю. А ты не боишься так, что Армянин говоришь? Зачем я не должен дружить азербайджанцам? Они мне плохое не делают, же. Я верю. Я сейчас, если даже пойду в мой район Гатру, да, понимаешь? Да. Я верю, что азербайджанцы меня не убьют. Я верю, что они меня не убьют. Не знаю, но мне такой веры, что... Я верю, что они мне ничего не делают. Нет, никакой азербайджанец тебе... Я думаю, каждый азербайджанец гордится, чтобы такое отменение у него в соседство будет жить. Допустим, у меня с тобой нету никакой проблемы. У меня абсолютно с тобой нету. Я могу с тобой сидеть за столом, гости тебе приезжают, гости принимают. Нет у меня такой проблемы. Да, конечно, я тоже со мной говорю. Русские уже начали паспорт, российские предлагают. Хангянли, да, предлагают, что армяне получили русский паспорт. Это ты можешь сказать, это правда, или они просто врут? Братишка, пока я не видел, если будет, я тебе скажу. Если я российский паспорт возьму, я точно уеду в Россию. Я слышал, очень многих там поставили свое имущество на продажу, что хотят уехать. Это правда? Да, есть, что хотят уехать, дороги какую-то уедут. Ну, большинство нет, братишка. Большинство нет. Если они получат азербайджанский паспорт, они будут там жить под азербайджанским, скажем, под азербайджаном или нет? Знаешь, многие боятся. Нет, ну смотри, 30 тысяч армянин сейчас живут в Баку. 30 тысяч армянин. Сейчас? Да, да. Серьезно, что ли? Да, официально. 30 тысяч армянин живут в Баку, в Азербайджане. Поехали. И ничего не говорят азербайджанцы? Ничего, все знают, они армянине. Просто, как это называется, все знают. Ты тоже сегодняшний мой друг. Спасибо, взаимно, взаимно, братан. Одного друга, я не смог моего друга вытащить, его звали Вагим. Азербайджанцы залезли его. Ну, я думаю, что это не азербайджанцы залезли, турки. Прежде всего мой друг был, я не знаю, зачем его залезли. Ну, это война уже, это уже война, понимаешь? Тоже армянин много зарезали азербайджанцев, так что... Я согласен, согласен, братичка, согласен. Знаешь, а ты году попадешь, может быть, ты году попадешь? Да, могу, а что надо? Я хочу, чтобы ты мой дом фотографировал и мне послал увидеть мой дом целый или нет? Ну смотри, ты можешь туда вернуться, у тебя проблемы нет, уведи, получай азербайджанский паспорт, прийди там, поживи, радуйся. Азербайджанцы, когда пришли, они сами сказали, чтобы оставаться здесь. То есть, допустим, Кельбаджар, когда освободили Кельбаджар, да, азербайджанские армии подошли и сказали, оставайтесь сюда, вы дома зажигайте. Знаешь, я хочу, но я не знаю, как мне это, если я так сделаю, ведь туда никто не пойду, я пойду, мне племать. Вот смотри сюда, когда азербайджанцы эвакуировали Кельбаджар, да, в 90-х годах, а мы-то не зажгли дом, дом не зажгли, мы просто дверь закрыли и уехали, и все, потому что узнали, туда вернем, потому что это наш дом. А армияне, когда вот ушли, они зажигали. Некоторые даже зажигали дома, да, и потом им сказали, что эта территория останется под контролем русских. Я не знаю, прикинь, знаешь как, я больше всех на свете хочу, чтобы мы помилились, два народа. Думаешь, это получится? Я хочу. А? Думаешь, это получится? Не знаю, дай бог, я не знаю, ну верю, верю. Ну смотри, такие, как ты, такие, как ты, немного, и это не получится. Был бы у меня такой возможность, я бы хотел приехать с Азербайджан, в мой дом увидеть. Да ты приезжай, я думаю, у тебя проблемы не будет, приезжай, никто тебе вот... И ничего, а я в жизнь молодой, мне поймают и убьют. Да кто тебя убьет, о чем говоришь? Ты-то не приедешь оружие рукам, а ты-то не приедешь оружие рукам, что азербайджанцев убивать, зачем тебя убить? Да нет, нет, а я сам оружие в жизни возьму, сказать, азербайджанцев. У нас даже очень много роликов есть, просто раненый армянский солдат, азербайджанский солдат на плечи свой отвезет, понимаешь? На плечи, а ты вязал, раненый армянский солдат отвез. Молодец. Знаешь, что, азербайджанцы такой, они воевали, землю взяли, да, у азербайджанцев. Поле взяли и начинают для них землю, да, делать, понимаешь? А мне ничего не давали. Я им всегда говорю, дай бог, чтобы азербайджанцы пришли в их землю. Я столько сказал, что азербайджанцы придут, однажды всю территорию возьмут. И хорошо, что получилось так. Я очень рад, что азербайджанцы взяли. А ты не испугался, когда так говорили? Не боялся, что тебя убьют? Потому что Ташнаксун, они активнее, у вас националистические партии, или люди, которые тебя убьют просто с таких слов. Нет, я тоже не верю, потому что мы никогда не встретили таких армян, как ты. Потому что иногда думают, может ли действительно шпион, может ли действительно ходил в Азербайджан шпион, может ли вообще-то убивал азербайджанских солдат. Потому что не может быть такой армян, как ты. Мы не встретили просто. Смотри, брат, смотри, я тебе что-то скажу. Клянусь моим дочкой, клянусь моей дочкой, пускай меня накажет бог вон там. Я оружие не брал, не стрелял на азербайджанца. И не буду, и не буду брать. Пускай он меня убьет, но я не сделаю это. Я тебе расскажу, брат, одну вещь. В 1994 году, когда война закончилась, когда армяне взяли землю, ты это знаешь, я сейчас тебе расскажу, городись. Да, да. Армяне, когда убивали людей азербайджанских, я зашел в один дом, ну, пустой дом, понимаешь? Вижу мужа убили, жену убили, дочку убили, одна дочка под кроватью плачет, под кроватью плачет. Ей было 12 лет. Я эту девушку сказал, он думал, что меня убьют, да, армяне, ее. Армяне мне сказали, давай принести, будем ее убивать. Я сказал, вы можете покушать. Эта девушка не виновата в войне. Я хоть мне убей, но я девушку отвезу. Я эту девушку позвал через Арахс, знаешь, да, Арахс? Позвал по-азербайджански. Позвал, два азера, клянусь, клянусь, вот там Бог есть. Эта девушка мне плакала, вот так не обнял, когда он уходил. Эта девушка, когда отвезли азербайджанцев. Она мне так обняла и начала плакать. Как я не хочу уйти от тебя? Я как хочу, дай Бог, чтобы я тебя встретил. Ваши армяне всех убили на родителях моих, а ты мне спас мою жизнь. Я сказал, дочка, я тебе, дай Бог, я тебя найду, не знаю. Иди. Субтитры сделал DimaTorzok